Прежде чем мы с вами начнем, я бы хотел порекомендовать вам канал Игорь Романович Мастер Интеллекта. На данном канале вы найдете много интересного контента, который поможет не только правильно воспринимать окружающую вас реальность, разобраться в своих собственных мыслях, но и направить их в правильное русло. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Во второй раз он появляется на заднем сидении в Волге, когда на вопрос водителя кто, Артур отвечает этот. В третий раз он поджидает Мора на подходе к дому Дины, сразу после сцены со Спартаком в зоопарке и непосредственно перед дракой с бандой наркоманов. Именно он отдает приказ следовать за ним. Ну и наконец он рассчитывается с Мора в финале. Эту роль исполняет Ернар Абилев. В юности его звали на броде Ика и уважали за спокойный нрав, но огромную взрывную силу при этом. Он мог вырубить любого превосходящего его бугая молниеносным сконцентрированным ударом из расслабленного состояния. Виктор очень тщательно относился к отбору человека, от которого ему предстояло получить перо в финале фильма. Узнав о репутации Ернара и увидев его в первый раз, Виктор сразу же согласился с достойным выбором. Ампулы, которые Мора отобрал у Дины, сразу же уничтожать не стал, а сделал это перед самым отъездом. Он спрятал ампулу на тот случай, если у Дины будут тяжелые кризисные ломки, от которых можно будет и протянуть ноги. Ведь под рукой у них не было ненормальных лекарств и никаких в общем-то больниц поблизости. В таком случае Мору пришлось бы вколоть морфий Дине, чтобы ее спасти. Но когда все обошлось и она через пару недель почувствовала себя лучше, надобность в заначке отпала и Мора сжег ампулу. На 17-й минуте фильма в кадре показывается Мора, который звонит Дине в больницу. При этом его наручные часы показывают время 15.50. В следующем кадре показывают время 11.15. И отсюда следует такой вопрос. Фильм снимался в спешке или при монтаже что-то перепутали. На самом деле все просто. Часы Мора показывают реальное время съемки, а электронные часы в кадре время по сюжету. Все мы видим на экране и самого Виктора, и воображаемого персонажа по кличке Мора. Точно так же и с часами. Перед вами как бы две реальности. Выбирайте ту, которая вам удобнее. Роль человека с забинтованной головой в инвалидной коляске сыграл кто-то из съемочной группы. Кто именно это был, сейчас уже никто не помнит. Когда Мора приходит в баню к Артуру Юсуповичу, царапины на щеке выглядят подсохшими. А когда выходит на улицу, они сразу же расплываются. Хотя под снегопадом он не меньше минуты. Это ошибка гримера, который не учел разницы в освещении, и царапины стали бликовать. В игле «Ремикс» на цветоустановке этот блеск притушили. Музыка, которая звучит в тот момент, когда Мора входит в квартиру и видит Дину в состоянии наркотического опьянения, это саундтрек, который Рашид Нугванов вместе со звукооператором Андреем Блазневым сочинили самостоятельно. Там намешано много разных шумовых источников, в том числе и Бетловская Революшн 9, запущенная в два, а то и в четыре раза медленнее задом наперед. Когда Виктор вытаскивает монетку из телефона автомата, на внутренней стороне его руки можно увидеть шрам. Это тот самый порез, который Виктор нанес себе на запястье в 1983 году, а делал это он для того, чтобы получить белый билет в психушке. Роль Дины – это единственная роль, на которую искали кандидатов и делали пробы. Знаменитая сцена на трубе снималась в подвале алма-атинского ЦУМа. В оригинальном сценарии фильма «Игла» у главного действующего лица Мора было имя. Точно Рашид Нугванов его не помнит, но вероятнее всего это было имя Арстан. Среди реальных наркоманов, которые участвовали в сцене драки, есть и два самых настоящих каскадера. Один из них – это парень в клетчатом пиджаке, а другой – парень с дрыном. Звук брелка Дины – это так называемая мелодия Микки Мауса, которая существует в разных вариациях. Специально для фильма звук напрямую записывали прямо с брелка. Субтитры создавал DimaTorzok